Мы возвращаемся к ситуации в Молдавии, где набирает обороты затяжной политический кризис. Мы восстановили связь с Кишиневым, и у нас на связи лидер нашей партии, мэр города Бильцы, Рената Усатый. Рената, еще раз здравствуйте. Вот в прессе пишут и ссылаются, в том числе и на ваше заявление, что в стране может произойти государственный переворот, и Конституционный суд его узаконит. Как это может произойти? Велика ли вероятность такого сценария? Ну, вы знаете, то, что как раз пишут СМИ под контрольный правящему режиму, они как раз и пишут, что Ренат Усатый готовит государственный переворот, но это не значит, что это так и есть. Просто сегодня ситуация наколена до предела. Я уже много говорил о том, что сегодня впервые за всю историю молдавской независимости абсолютно все граждане, вне зависимости от их политических взглядов, требуют досрочных парламентских выборов. Потому что есть наш городок Молдовы перед зданием парламента, который протестует уже много месяцев, есть протестный городок платформы «Да» перед правительством, у всех требования досрочные парламентские выборы. И если сегодня местные олигархи попытаются через Конституционный суд добиться некоторых решений, потому что в Молдавии можно добиться любого решения Конституционного суда в течение нескольких часов. Это, к сожалению, для нашей страны норма. То люди просто встанут, придут 100 тысяч человек и все закончится за 10 минут. И не факт, что те, кто до сих пор руководили страной, успеют доехать до Кишневского аэропорта для того, чтобы покинуть страну. Кандидат, предложенный президентом, Иоанн Пидурару, имеет шанс на утверждение в парламенте? Нет, он не имеет шансов, его поэтому и выдвинули. Насколько мне известно, то, что говорят некоторые западные послы в Кишиневе, что они устали за последние пять лет от того, что все премьеры, которых Молдавия видела за эти годы, все руководители пугали их тем, что вот придут русские танки в лице усатого и додона. Поэтому давайте сохраним власть любой ценой и не допустим до взрослых парламентских выборов. Сегодня, как говорят, даже западные послы в Кишиневе, пусть придут русские танки, но надо в стране что-то менять, потому что сегодня уровень доверия к евроинтеграции у граждан Молдовы уже менее 30%, хотя при Воронине в 2008-м более 65% даже. И что вы можете сказать о дальнейшей судьбе президента? Ну, вы знаете, так как у нас президент поразил, не только меня, он поразил всех граждан Молдовы тем, что он у нас 4 года молчал, а тут он у нас впервые за 4 года заговорил. Но не в первый раз, но, по-моему, третий. И то, что он заблокировал и отклонил кандидатуру Плохотенка на должность премьера, вы знаете, наш президент, у которого рейтинг никогда не был выше 2%, сегодня может оказаться одним из самых рейтинговых политиков, потому что, а, во-первых, практически впервые заговорил, два, он отказал человеку в движении на должность премьера, который, в принципе, является хозяином страны, узурпировал вазь в Молдове уже много лет. Спасибо. О непростой политической ситуации в Молдове нам рассказал мэр города Бельца и лидер нашей партии Рената Усатой. Продолжение следует...